Привет! Меня зовут Маргарита Шипила. В этом видео я хочу поделиться с тобой такой мыслью. Я вот сейчас сидела, меня буквально поразила вот эта мысль до глубины души, что человек очень долго принимает решение. Очень долго принимает решение. Я сама вообще скептик. Могу долго сомневаться, могу там приглядываться, принюхиваться, рассчитывать, но в душе, в душе я уже знаю, либо я приму это решение, либо нет. И если я вижу, что в душе я хочу принять это решение, то есть я уже знаю на подсознании, что я хочу принять это решение в положительную сторону, я долго не тяну. Да, бывает рискованно, да, бывает страшно, бывают сомнения, что не получится, или там ещё какие-то препятствия могут возникнуть. Но послушай, если прислушиваться к себе, к своему шестому чувству, то можно услышать, что шестое чувство или внутренний твой голос, он тебе обязательно подскажет, в правильном направлении ты идёшь или нет. Почему сейчас я вообще затронула эту тему? Смотри, я работаю в интернете уже достаточно много времени, и уже давным-давно я поняла такую тенденцию. Запускается новый проект, запустился, идёт колоссальная движуха на старте. Люди активные, позитивные, они просто пышут эмоциями, и когда на них смотришь, тебе хочется присоединиться. И существует такое мнение, что у нас же ажиотаж не стоит кидаться. Я лично сама точно такого же мнения. Я не люблю кидаться на ажиотаж. Прежде чем куда-то сунуться, я хорошенько подумаю. Но посмотри, какая ситуация происходит. Чем дольше мы можем сидеть и думать, чем дольше мы просчитываем, мы упускаем время. Вот то золотое время, которое нам даётся на хороший старт, чтобы стартануть. Есть такой закон Паретта. 20 на 80. И вот когда запускается новая компания, новая MLM-компания, то на старте люди тратят на свою активность 20%. И в итоге они получают 80% результата. Потом, когда компания уже устаканится, уже на рынке она будет известна, приток всё равно схлынет. Как ни крути. Эта компания может работать и 10, и 20, и 30, и 50 лет, но приток новых людей уже будет замедляться. В итоге те, кто придут позже, они, соответственно, будут тратить 80% своей энергии, чтобы получить 20% результата. Так вот, меня сейчас прям вот пронзила эта мысль, что нужно не бояться, не бояться стартовать в какой-то компании, если ты видишь, что тебе это нравится, что ты чувствуешь, что тебе это интересно. Не нужно бояться. Нужно как раз ловить вот эту золотую волну активности, когда всё только-только начинается. Это круто на самом деле. Это очень круто. Это такой вот энтузиазм возникает вокруг вот этой всей движухи, что просто колоссальный можно результат получить. Расскажу сейчас свой опыт. Я работала в предыдущей компании. Это было 3 года назад. Я видела движуху в интернете. То есть я туда ещё не зашла, но я уже видела, что идёт какая-то движня. Люди что-то хвалят, им нравится, они довольны на эмоциях и так далее. Я стала присматриваться. Потом я увидела, что запускается новая компания. В итоге мне через некоторое время пришли предложения зайти в этот бизнес. И что я сделала? Хотя я уже почувствовала, что в этом что-то есть интересное. Я что сделала? Я стала дальше сидеть, наблюдать. Ещё, наверное, недели две-три я сидела, наблюдала, как вообще там что двигается. Потом я всё-таки решила зарегистрироваться. Зашла в проект, зарегистрировалась, прокупила себе бизнес-места. И что я опять сделала? Я стала ещё дальше сидеть и наблюдать. Я так сидела месяца два, даже больше, около трёх месяцев. Я сидела и боялась приглашать в этот бизнес новых людей. Тем временем, люди, которые зашли наравне со мной, они вообще никого не слушали, что им говорят. Они не ждали с моря погоды, они впахивали, как негры. Вот именно на старте, когда вот это вот золотое время, старта, когда только-только стартануло и наступило золотое время, они никого не ждали. Они впахивали, как негры на плантации. Пока я сидела, рассуждала, а надо ли, а стоит ли, а будет ли работать этот проект, сколько он будет работать. Короче говоря, я просидела около трёх месяцев. Потом я увидела, что ага, люди зарабатывают деньги. Круто! Большие деньги зарабатывают. И я начала тоже шевелить батонами своими. Начала активно строить команду. И что произошло в итоге? Я упустила вот этот момент золотого времени. Естественно, я развивалась, у меня строилась команда, но уже вот этот промежуток, вот золотой, волшебный промежуток времени, он был упущен. Когда на старте сама синергия вот даёт толчок к хорошему развитию нашего бизнеса. В итоге я стала строить команду, строить бизнес, но у меня уже пошло совсем-совсем не так, как у моих вот этих людей, которые наравне со мной начали этот бизнес. В итоге они заработали миллионы, я заработала гораздо-гораздо меньше. Потому что уже много людей об этом знали, появилось много партнёров, соответственно, уже наступила конкуренция среди партнёров. То есть, ну, сами понимаете, да, что если, допустим, уже много людей, которые занимаются этим бизнесом, соответственно, новичков уже становится искать всё сложнее и сложнее и сложнее. Это реально, это возможно, но это сложнее. Вот так, друзья, я упустила вот эту возможность. И почему я сейчас записываю это видео? Сейчас я зашла тоже в новую компанию, которая называется GL Tour System. Я зашла сюда на продукт. Мне нравится здесь продукт. Я человек такой, знаете, который любит покопаться в себе, как-то себя там, как скульптор повылепливать, не в плане физического тела, а в плане мышления. Я люблю своё сознание трансформировать в лучшую сторону. Соответственно, тот продукт, который предлагает GL Tour System, обучающая систему, по трансформации личности. Мне этот продукт понравился. Я зашла на продукт. И вот сейчас, ну не сейчас, а вот буквально ещё несколько дней назад, я рассуждала так. Я зашла на продукт. Ну, если кто-то мне встретится, я буду там рекомендовать, если кому-то это будет интересно. И буквально вчера, позавчера меня пронзила мысль, а что я делаю? Я же упускаю золотое время. Упускаю золотое время. Я сама себе обрубаю крылья. Это я ещё два дня назад меня посетила мысль. А сегодня я вот сидела, меня вообще-то просто пронзило. Как так можно сидеть тупо и что-то там выискивать? Копаться в себе? Вот хочешь, не хочешь развиваться? Если я пришла в интернет, если я сетевик, то, извините меня, значит, я должна использовать эту возможность на полную катушку. Какого я сижу фига и рассусоливаю? Короче говоря, вот эта мысль меня просто пронзила. Я решила тут же включить камеру и поделиться своей мыслью с вами, друзья. Поэтому, если вы видите, что запускается какая-то новая компания, которая вам интересна, продукт вам нравится, вот именно я сейчас говорю про новые компании, новые, те компании, которые уже год-два на рынке, это совсем другая история. Туда можно заходить, можно строить бизнес и даже можно зайти в ту, которую 50 лет на рынке стоит и тоже там строить бизнес. Но это будет совершенно другой бизнес. Совершенно другой будет бизнес. Закон 1.9.90, он срабатывает вот со стопроцентной гарантией. То есть те люди, которые заходят на старте в новую компанию, они заходят в 1%. Соответственно, они становятся самыми богатыми людьми в итоге. Те, кто долго думает, кто рассусоливает, сомневается, они потом попадают либо в 9%, что еще терпимо, а в 90% это вообще там делать нечего. Поэтому сейчас сидела-сидела, меня просто пронзила эта мысль, что я сижу-то? Нужно активно строить бизнес. Я как раз сейчас зашла в компанию, которая молодая-примолодая. Она стартовала месяц еще, наверное, с небольшим только. И то уже время упущено, я вот считаю. Много времени упущено. Поэтому, друзья, рекомендую, если вы видите молодую компанию, вам нравится продукт, вам нравится направление, вам нравится маркетинг, ну, короче говоря, вас в принципе все устраивает, но вы сидите и боитесь, а будет она работать, не будет, и как-то там сомневаетесь еще, не сомневайтесь. Вот просто как в омут головой кидайтесь и начинайте там шевелиться, начинайте действовать. Будет работать, хорошо, не будет, найдете новую, найдете новую компанию. Да, кто-то скажет, что зайдя в новую компанию, мы каждый раз будем там деньги платить. Друзья, это бизнес. Никак с этим нельзя справиться, чтобы не вкладывать деньги в свой бизнес. Люди и на земле точно так же открывают бизнесы. Один открыл, он у него не пошел, обанкротился, потерял все деньги. Второй открыл, он у него не пошел, потерял все деньги. Третий открыл, потерял деньги, а четвертый у него выстрелил. Так извините меня, на земле какие деньги вкладывают в бизнес? Не меньше 500 тысяч в хороший бизнес нужно вложить. А в интернете, в компанию, в проект, в MLM-компанию гораздо-гораздо меньше мы вкладываем. Поэтому, если вы чувствуете, что вам в принципе это подходит, но вы боитесь, что будет работать, не будет, не бойтесь. заходите и работайте активно, ловите вот этот золотой промежуток времени. Короче говоря, у меня эмоции прут. У меня эмоции прут, я просто вот вдруг осознала, что я теряю время, вот это волшебное, из-за своей вот этой как медлительности, как медведь, сижу там, что-то как это, лапу сосу. Поэтому я вот с вами поделилась мыслями. Если вы в принципе считаете, что я в чем-то где-то права, ставьте лайк, я буду вам за это очень благодарна. А я пошла дальше шуршать, пошла общаться с людьми и доносить до них информацию, потому что в наше время сидеть на попе ровно это вообще преступление против себя и своих близких. Все, всем пока, всем успеха. Субтитры сделал DimaTorzok